В последнее время многие люди интересуются пророчествами. Возможно, пророчества волновали людей всегда, в любую эпоху. Поскольку мы живые сейчас живем, то нас это интересует, нас волнует, что именно будет в будущем. И, конечно, люди верующие тоже часто обращаются к Священному Писанию, выискивают разные пророчества, какие-то даты, чтобы знать в будущем, что будет. Причина интереса к пророчествам иногда не всегда связана с желанием людей, как это говорят, узнать волю Божию. Я хочу узнать, что Бог нам в будущем приготовил, чтобы подготовиться вовремя к этому, чтобы в трудный час беды, в час кризиса какого-то остаться интересом или, точнее, причиной этого интереса к пророчествам является не что иное, как страх. Вообще просто наша человеческая тревога. Даже иногда, слушая ответы людей, когда я спрашиваю верующих, говорю, почему вам так интересно знать досконально, подробно, дотошно, что там случится, что произойдет. А люди говорят, одна из таких частых причин, которые они называли, а я вот боюсь, что у нас, когда будет вот это вот тяжелое такие испытания, да, антихрист, когда там придет, когда будет конец света, все там завернется, замутится, такая страшная будет. Я не выдержу этого часа, а вот я не выдержу этого часа и, получается, где-то согрешу, где-то там сдамся и Бог меня, получается, не примет, а значит, и вечную жизнь не получу, в Царство Божие не войду. То есть вот если вдуматься вообще, то, по идее, это страх за свою собственную жизнь. Но неверующий человек боится за эту жизнь, цепляется за нее, тоже боится, тоже хочет избежать каких-то там несчастья, страданий, бед, так, и как-то их обойти. Поэтому, может, люди многие обращаются к гороскопам, которые хоть как-то будущее им расписывают, да, и так спокойнее жить. То есть это некий план, которому ты следуешь. Так вот, верующие люди, это тоже люди, прежде всего, им тоже свойственен страх. И, получается, в основе они цепляются за жизнь, только не за эту жизнь, а за жизнь вечную, потому что они боятся кары Божьей, гнева Божьего, как это так, я на тебя надеялся, я на тебя рассчитывал, что ты будешь верный даже в трудностях и не посрамишь мое имя доброе, славно, а ты вот сейчас беды и так далее. Люди этого боятся. Соответственно, они хотят как-то заранее все себе там рассчитать, расписать, и этим самым продиктован их интерес к пророчествам. Они дотошно все изучают. Вначале будет вот это событие, потом после этого события вот это должно произойти. И иногда у этих людей целые схемы, целые графики. Потому что вот эти схемы, графики, они дают некую стабильность, некую безопасность. Я знаю теперь будущее, я знаю сценарий, как все должно произойти, и поэтому мне жить легче. И, соответственно, чувство тревоги, оно вроде как бы пропадает. Но, с другой стороны, вот это дотошное изучение пророчеств, графиков, события одни за другим, оно опять же вызывает страх. Потому что есть некая неуверенность. Слушай, ничего себе там я начитал, там будут язвы, ничего себе там такие кары будут божьи, ай-яй-яй, как там бог попалит нечестивых. И тогда человек думает, слушай, а я вообще как-то не получается. У меня всегда-то по-божьей жить и тому подобное. И поэтому у человека опять возникает страх. Опять начинается тревога от этих всех пророчеств. И получается такой замкнутый круг. С одной стороны, человек изучает пророчество, чтобы избежать страха некого, знать будущее. А с другой стороны, это страшное будущее начинает его опять пугать. И вот такой идет цикл. Очень интересно. На самом деле, цель любого пророчества, она не состоит в том, чтобы вообще нас напугать. И бог не хочет нас лишить какой-то стабильности, какой-то безопасности. Наоборот, когда он говорит нам, он говорит о том, что вообще цель этих пророчеств, чтобы мы обрели какую-то надежду. И в книге Иеремия, в 29 главе, в 11 стихе, как раз бог, обращаясь к израильскому народу, который, кстати, находится в очень тяжелой ситуации, потому что должен быть пленен вообще языческим народом. И это страшная катастрофа, которая должна случиться. Вот бог через Иеремию говорит о том, что только я, имея намерение, только я имею намерение, который, имея вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. То есть вот цель, когда бог что-то предсказывает или говорит заранее, именно для того, чтобы вообще нас успокоить. Он хочет сказать, что я управляю историей. Я рядом с тобой. Я знаю, что трудности, которые могут произойти, но я буду с тобой в этих трудностях. И здесь главное, скорее всего, человеку не изучать дотошно пророчество, что там будет и так далее. А, скорее всего, для человека очень важно обрести бога. Бога настоящего. Бога, который с ним в любой час, минуты жизни. И в радости он с ним, и в испытаниях различных. Это бог, на которого можно опереться. Бог, который скажет тебе в трудную минуту предупредить тебя о каких-то опасностях и поможет тебе их преодолеть. Поэтому любое пророчество, его цель — дать надежду, дать именно благо нам, чтобы мы могли вот с таким богом пройти любые повороты нашей жизни. Поэтому пусть вас Господь благословит.